Стоял на сцене, вдруг смотрю, подходит ко мне, значит, идут двое или трое там молодой парень, вот такие у него всегда носили длинные волосы такие, он в таком летнем, по-моему, что-то такое лето было, легкое на нем летнее было. Он подошел ко мне и, говорит, поздоровался, я, говорит, вас пришел, чтобы вам дать привет, поздороваться, и сказал, говорит, я Эрик Курмангалиев, я вот приехал сюда, я очень рад, что я вас увидел и познакомился с вами. Ой, я говорю, Аня Алавин, очень приятно, мы так познакомились, ну, я так уже подзабыла, ну, не знаю, что к чему. Потом, значит, я услышала его пение, я когда услышала его пение, я удивилась. Оказывается, он контртенор, вот почему в консерватории у нас ничего не могли с ним сделать, потому что действительно с такими голосами у нас никто не работал, да и никто и не был, у нас и не было таких. Вот, сейчас уже все грамотно знают, а тогда никто ничего не понял, и он поехал в Москву. Оказывается, он, когда приехал в Москву, он учился в Несенском институте и обратился к Дерляк. Была такая великолепная певица, камерное пение преподавала, Нина Дерляк, и муж ее был, этот Рихтер-музыкант, великий пианист, они взяли над ним покровительство. И вот пока они были живы, он работал, он ездил за границей, он, можно сказать, очень много поездил за границей, ну, там все-таки знают, что такое пение, там же церковное пение очень высоко ценится. И он там много ездил. Когда, значит, так получилось, эти люди умерли, его фактически, можно сказать, которые держали его, были фактически ему как отец и мать, и он остался один. А он оказался, в общем, беспомощным человеком, непрактичным.